О Боге, о вечности и где человек будет проводить, в аду или в раю. Вы хотите на эту тему поговорить? Да, вы мне можете сказать, вера единая или нет? Вы можете мне сказать, вера единая или нет? Вера не единая, разная. Мы верим во Христа Иисуса, который умер за наши грехи. Это единственная правильная вера. А остальные люди живут во грехах. Я с вами полностью согласен. Меня плохо слышали, говори ты. Полностью согласен. У него голос такой. Да, это я простудился. Так ладно, смотрите, мы скажем, у нас большой ютуб, посмотрите сюда. А во свете Библии открытым оком. Вот туда зайдите, вы найдете наши ресурсы там. Сайт, форум. А внизу моя фамилия и имя. По скайпу можете поговорить, когда у вас голос появится. Я вижу только Игнатий. Покажите дальше. Пожалуйста. Нет, у нас именно показывается все. Может, у вас там с телефона так видится? Вот так видно вам, нет? Нет. У нас... Чуть правее, отвините. Правее, да? Знаете? А вот тогда, лапким, да? А вверху, это у нас канал на ютубе, открытым оком во свете Библии. Там у нас 13 тысяч видеороликов наших. Много полезного, знаете, для себя. У вас вопросы, если есть, мы ответим. А если нет, то мы уходим. У меня есть вопрос. Давайте. Как вы смотрите на то, что в Украине вот этот Томас или как? Они отвлекаются от русской православной церкви и создают свою. Как вы смотрите на то, что на Украине отказываются от русских, когда Томас создают? Ну, ну, ну. Как вы на это смотрите? Ну, что на это смотреть-то? Давно надо было это сделать. Томас отозначает особый документ, подписанный автокефальное существование. Просили, патриархия упиралась, а теперь потеряли. Надо было сразу давно отдать. Каждой епархии надо отдать этот Томас. Свободу. А зачем они под себя гнули-то? Поток денежный пошел не в ту сторону-то. Тут ничего божественного-то нету у них. Я с вами чуть-чуть поспорю. Свобода и так у людей есть. Они могут сами верить во что угодно, в кого угодно и как угодно. Чем это навязывается властями? Сейчас подождите, мне переведут, что вы говорите. Он говорит, свобода и так есть. Любой человек может в кого угодно и как угодно верить. Зачем это властями навязывается? Властями не надо навязывать-то. И не надо. Зачем навязывать-то? Но, однако, народ если пожелал... Пожелал народ, чтобы церковь была свободной от патриархии-то. Почему было не дать-то? Зачем под себя подминать-то? Патриархия, которая у нас в России-то, она проиграла их. Они не правы, что не давали свободу их. А они теперь под грехов пошли. А так бы была украинская православная церковь. Больше ничего не надо. УПЦ. Ну, как бы Украина сильно, народ Украины сильно и не хотел. Им хватало России. Так, ну ладно, я на эту тему ответил все. Мы уходим. Вас пока помилуй меня грешного. Мы проповедуем Христа распятого и воскресшего, чтобы люди правильно жили, чтобы в ад не попали. Вы хотите поговорить на эту тему? Поддерживаем вас. Вот так. У нас главная книга – это Святая Библия. Вот мы из нее черпаем все свои знания, доверенность Богу. Видите как. Согласен с вами. Ну вот смотрите. Можно на вопрос? Да, можно. Только погромче говорите, я плохо слышу, чтобы... Смотрите. Я сам не приманил. Ну, в мечеть не хожу, не молюсь, намаз не читаю. Ну, живу просто в душе с Богом. Ну, с Аллахом, как бы, да, для нас. С Богом. Вот я часто задаю ему, Ле, нашему, да, вот такой вопрос. Кто из нас больше... Больше честен перед Богом, тот, который молится и читает намаз, или который держит пост, там, все такое, да, или тот, кто, который, скажем, не следует наказам Божьим, там, пост держать, там, молиться ходить, в мечеть, в церковь ходить. А вот у меня работает, скажем, 60 человек, да, я даю возможность людям зарабатывать, которые молятся за мое здоровье и говорят, какой я хороший человек. А вопрос-то в чем? А я хотя сам себя веду не очень хорошо. Богохульничаю, бухаю, вот. Он задавал, который у них там, как священник в мечети, вопрос. Мула. Да, кто лучше из них? Он, которого человеку дает, 60 человек дает работу, но в то же время сам ведет безбожную жизнь. Или тот человек, который там у них молится, постится, читает Коран, кто из них более честнее? Ну, если тот тоже работает, этот работает, честнее тот, кто верит. У него тормоз есть, а у неверующего нет, он что угодно может обмануть и утащить. Это большая разница. Даже мусульманин, я много судился и сказал, судья должен быть верующий. Пусть это будет христианин, баптист, католик, мусульманин, лишь бы он знал, что на суде Божьем отвечать придется за неправду. А знаете, вот поэтому я хотел, я много говорю, я не ворую. Со своими работниками живу в мире без класса, потому что я знаю, что такое труд. Я сам начал с самого начала, и вот я создал свою компанию. Но я порой думаю, вот когда мы перестанем перед судом Божьим, да, перестанут вот два человека, который молился, соблюдал пост, ходил в церковь, в мечеть ходил, намаз читал, все такое делал. И вот я прихожу, да, и все люди, которые со мной рядом находились, они все говорят, что вот я хороший человек, и я всегда живу так, и сыну своему наказываю, чтобы, сынок, бойся, чтобы до меня дошли слухи плохие про тебя, потому что я живу в городе маленьком, не дай бог про меня кто-то плохое слово будет говорить. Ну, вопрос понятен, вопрос понятен. Вы сами себе уже нарисовали, как суд Божий будет, значит, вопрос этот вас беспокоит. Совесть вас судит уже. Понимаете, есть два миллиарда христиан, два миллиарда мусульман, и все верят, что надо молиться, пост соблюдать. А я не соблюдаю, пью все время, и нормально. Даже не алкоголь, а чай какой-то. А я делаю свое дело, я хороший. В аду много хороших. Вот у нас есть в Ютубе канал, называется «Открытым оком во свете Библии». Вам видно? Ага. Вот, если желаете, можете зайти. Поставите слово с сайта «Реформ», зайдете туда. Спасибо большое. По скайпу поговорите. Вот внизу мои фамилия и имя. Дедурь, вы молодцы, вы нашли себя. Успехов вам, всего самого наилучшего. Да. Пусть не сойдет на вас благо Божье, чтобы вот... А вы бороду зачем стрижете? Бороду зачем убираете? Зачем? Это не положено. Вы посмотрите, евреи, православные, все с бородами. И у мусульман подстрижено, но все-таки есть. У вас ничего нету, как женщина. Зачем же это? Так, мы уходим. До свидания. До свидания. Разбойники там были? Мужик, ты из какого города? Ты из какого города? Город Барнаула, Тайский край. Это колония у вас? Я спросил вас, почему вы раздеты? Это из бани пришли или у вас раздел кто-то? Или реклама такая? Сам разделся. Сам разделся? Да. Так много таких. Вот сколько идем, все раздеты, раздеты. Не один. Так вы тоже разденетесь? Вы тоже разденетесь? Мы проповедуем о Христе, чтобы люди знали, до чего они живут, чтобы в ад не попали. Потому что ни один прелюбодей, ни один блудник в рай Божий не войдет. Ни один вор, ни один пьяница. А для этого Христос пришел, умер за наши грехи, чтобы мы имели жизнь вечную, веруя в Него. Он освободил нас от греха, сделал рабами праведности, а не рабами греха. Кто-нибудь вас слушает, да? Да, у нас много бесед с людьми проходит. Вот смотрите, вот, если вы желаете, можете увидеть наш Ютуб. Во свете Библии открытым оком. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы проповедуем Христа, распятого и воскресшего. Вы желаете слушать? Ну, давайте. Так, начни говорить. Договорите, начнешь уже. Мы, православные христиане, людям рассказываем о Боге, о Христе, о спасении души. В мир сошел Спаситель, Иисус Христос. Его распяли на кресте, и этим самым, этой жертвой, Он взял все грехи мира на себя. То есть, Бог, Отец, проявил свою любовь именно к творению Божию, человеку, и послал в мир Сына Своего. И это верой в эту принесенную жертву человек имеет прощение грехов и жизнь вечную. Если, конечно, он здесь будет жить, по заповедям Божьим. Господь обещает рай, вечное блаженство. А если человек отвергнут это, его ждет вечное мучение в геене огненной, в аду. То есть, человек, как говорит Господь, говорит, выбери жизнь, а не смерть. У нас большие ресурсы, вот наш YouTube-канал, посмотрите, как называется. Во свете Библии открытым оком. Если добавите слово сайт, выйдите на сайт, добавите к этим словам форум на форум. А внизу мои фамилии и имя, если по скайпу побеседовать. Вот набирайте это, и мы выйдем. Найдите себя, зарядите и найдите открытым оком во свете Библии. Там у нас 17900 роликов. 13700 роликов. Вопросы есть у вас какие-нибудь? Ну, всего хорошего. С Богом, юноша. Здравствуйте. Скажи ему. Мир вам. Мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о спасении души. Не желаете послушать? Нет, спасибо. Удачи. Нет, спасибо. Милый меня грешного. Здорово, дед. Здорово, дед, говорит. Добрый день. Говори. Скажите, сколько лет? Сколько лет вам? Да, сколько лет. Мы здесь для того, чтобы людям рассказать о Христе, о вечности. Чтобы жили по Евангелию, чтобы в ад не попали. Рассказывай. Давай. Рассказывай. Рассказывай. Да, рассказывай. Я плохо слышу, давай, тебе удобнее. Мы православные христиане, рассказываем о Боге, о спасении души. В мир явился Спаситель, Иисус Христос, который был распят на кресте. Вот это свои жертвы Он принес, взял все грехи мира на себя. И всякий верующий в Него, в эту именно жертву, принесенную Господом Иисус Христом, имеет прощение грехов и жизнь вечную, то есть после этой земной жизни. Господь послал в мир Своего Единородного Сына, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть в этом заключается весь смысл человеческой жизни, живя здесь на земле. То есть найти Бога, исполнить Его святую волю, Его заповедение. Это мы вам показываем, что у нас на Ютубе есть канал «Открытым оком во свете Библии». У нас там больше 13 тысяч видеороликов. Много полезного узнаете для себя. Задавайте. Сайт и форум еще, если вы поставите, там Игнатий Лапкин, это я, и сайт, и откроется сайт, богатейший. Там 50 книг Ауди нами насчитанные, книги, фильмы, которые о нас поставили, детский лагерь. Как называется сайт? «Открытым оком во свете Библии». Все, понял. Задавайте вопросы свои. А можно вопросы вам такой задать? А Бог есть он? Бог, говорит, есть. А кто сотворил мир-то? Откуда он взялся-то? Ясно, что Творец есть. А почему мы его не видим? Почему мы его не видим? Ну, мы не видим свой разум. Однако по делам видим, что человек с умом. Мы много еще не видим-то. Мы не видим электроны, не видим галактики. Представляем, что там, какой находится. По спектральному анализу определяем состав этих планет. А мы не видим этого. Так и душу у человека никто не видит, а душа отдельно. И человек почему умирает? Почему человек умирает? Почему умирает? Потому что в нем смерть заложена от прародителя Адама и Евы. Написано, в Адаме все умирают. Они съели запретный плод и умерло уже 100 миллиардов людей. У Бога другая шкала. И для этого пришел Сын Божий, чтобы взять вину на себя. И поэтому отвечает за нас. Возмездие за грех смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Римлянам 6 глава 23 стих. Вот этих инопланетян я не видел еще. Инопланетян не видел я еще. А инопланетян нет, это демоны, бесы. Вот дядь-то в перевал погибли, летают там какие-то шары летали. Сегодня уже понимают, это демоны. Ну как Лев Толстой, говорит, черти. Показывают себя. Ничего нету там. Никаких инопланетян нету нигде. Нет, ну тарелки же показывают, правильно? Тарелки же показывают. Ну это показывают демоны, демоны показывают. Им они не нужны, тарелки. А люди на это настроились, они показывают, что пожелают, что и проявится. Да, ну все, понятно. Вот они вошли вовнутрь. Они вошли вовнутрь, и изнутри у них сверху, у дятловцев не было пятна. А ребра поломаны. Все говорят, как так? Они изнутри ломали. Они в рот залезли и изнутри ломали демона. Как вас зовут? Как зовут вас? Вот внизу написано, просчитайте. Игнатий Лапкин. Игнатий. А сколько вам лет, Игнатий? Сколько лет вам? В июне в этом году будет 80. О, нормально еще, дедок. Все? Нормально еще, дедок. Ну что нормально-то? Я сколько прошел в жизни, тут на три жизни хватило бы. Меня советская власть гнобила 26 лет. И по тюрьмам шел. За что гнобили? За что гнобили? Который распространял. Я еще насчитал первую в стране архипелаг ГУЛАГ. И брал интервью репрессированных. И все это... Дед рассказывал, что при Сталине лучше жилось. А? Ему дед рассказывал, что при Сталине лучше жилось. При Сталине лучше жилось. Половина страны, главное, 100 миллионов жертв голову потрубали. Раньше, смотрите, что я хотел сказать. Раньше так не ворвали, а сейчас миллиарды ворвали. Правильно? Это советская власть нас так преследовала. А сегодня у меня свободно. У меня вышла 41 книга без советской власти. Я начальник детского лагеря, образовал лагерь. 45 лет. При советской власти ничего нельзя было делать. Мы с нуля начали деревню православную строить. Тогда ничего нельзя было делать. Теперь машины есть. А даже лошадь нельзя было держать. Хорошая власть. Да долго ее не могли в мешке зажать. А сейчас миллиарды воруют. А сейчас миллиарды воруют. Воруют, потому что безбожники. Гонят в Израиль, да в Америку все. А? Всю страну перегнали туда. А надо молиться за правителей, чтобы Бог их вразумил. Чтобы дали народу нормально жить. Не надо проклинать правителей. А надо благословлять. Ладно, рад был вас, Игнатий, увидеть. Хороший выединок. Все, прощается. Прощается. С Богом. Заходите, не забывайте, что видели. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мир вам. Мы православные христиане. Людям рассказом о Боге, о спасении души. Не желаете послушать? Мы знаем вас. Знаете, да? Игнатий Лапкин, да? Игнатий Лапкин, они знают нас. А вот посмотрите. Это мы тоже видели. Это они видели уже. Они видели это. Как у вас здоровье? Как здоровье у вас? Да слава Богу. А кто нажал? Я говорю. О, вы что, старой веры? Мир вам. Мы православные христиане. Людям рассказываем о Боге, о спасении души. Не желаете послушать? Хотим, да. Давайте послушаем. Давай. Господь, создатель неба и земли, когда сотворил человека, человек посадил его в раю. Насадил. То есть, он стал там жить. И человек согрешил. Через это он нарушил заповедь Божию. Вы пропагандой-то занимаетесь вообще? Для какой цели вы тут? Для того, чтобы люди не погибли. Присажите мне. Я вам тоже поясню вообще за жизнь гуманную. Чтобы люди не погибли, не попали в ад. Вот для чего мы здесь идем. Рассказом о Христе. Это старой веры, да? Мы новообрядцы. Обычный храм ходим. Наша самая главная цель рассказать людям о Христе. А чем вы вообще сами занимаетесь? Трудом физическим. Чем мы занимаемся? Ему говорят, как душу спасти. А что ты занимаешься? Вы если к врачу придете, к врачу придете, вы не будете спрашивать его биографию. Вы же сами знаете, что люди без Бога, они звереют. Без Бога жизни-то нет никакой. Вам об этом говорят, а вы еще подковыриваете. Написано, люди будут ходить от моря до моря, искать, послушать, и не послушают. А мы сами к вам пришли. И вы отвергаете. И думаете, что правильно делать. И мы уйдем, кроме разврата-то на этом канале-то ничего у вас нет. Голые сидят. 80% мусульмане. Один разврат. Цель вашего всего вот этого... Посмотрите наши ресурсы. Я не могу понять. Вы можете зайти на YouTube. Большой ресурс у нас там. 13 тысяч роликов. Вы найдете полезное для себя. А я понял, что ты думаешь? Я слышу, я вас понял, в чем суть. Что ты думаешь? Вы меня тоже поймите. Да он материться начал. Материться начал? И до свидания. Это не годится. Будьте здоровы. Мир вам. Мы православные христиане. Зашли сюда, чтобы людям рассказать о Боге, о спасении души. Не желаете послушать? Нет. Спасибо. Нет, спасибо. Нет, да? Да. Воистину воскрес. Воистину воскрес, говорит. Да. Говори. Мы православные христиане, людям рассказом о Боге, о спасении души. Не желаете послушать? О спасении души? Да. Расскажите, я послушаю с удовольствием. Давай. В мир сошел Спаситель, Иисус Христос, Сын Божий. Он умер на кресте, эти свои жертвы, взял все грехи мира на себя. Вы сейчас не курите, пока разговариваем. Не курите. Не, я слушаю, почему. Это мне не мешает вас слушать. Зато нам мешает, потому что курение, человек это... Человеку, когда курит, ему бесполезно говорить, он в дыму вест. На время. О вашем деле говорим. Ну, чего уж такими себя, рабами, травы злой. Как сказать, что вся моя жизнь в дыму, так что... А? Вся моя жизнь. Если вы в мою жизнь, при моем курении, внесете немного света, это будет только на благо. Понимаете? Если вы при моем курении внесете луч света, это будет только во благо. Так мы и желаем вам показать это. Что зачем же отравлять самого себя? Это ваш храм. Тело – это храм. Ну, что мы сами все по жизни стремимся к саморазрушению. Все люди стремятся. И не один я говорю. Может быть, вы не стремитесь. Может быть, вам... Вам, может быть, посмотреть надо на нашем форуме, на этом ютубе. Большой материал, посмотрите. Называется «Открытым оком во свете Библии». Сайт и форум «Игнатий Лапланд». Да. Все. Вы на эти ресурсы зайдете, вы найдете очень много полезного. Знаете, я вас не первый раз вижу. А почему вы верите в Бога, да? Конечно. Я этим и живу. Бог меня сохранил в самых трудных обстоятельствах жизни моей. Вы видели Бога, общались с Богом? Бога никто никогда не видел. Его можно только ощутить, что я с Богом. Да. А если ощутить, то он может быть же другой Бог? Что? Он же, если его ощутить, он может быть другим Богом. Не другим, согласно Слову Божию. Если я ему молюсь каждый день, и каждый раз Господь отвечает по молитве, чего просишь. Я прошу прощения, может быть, перебью вас. Я не часто бываю в церкви, но когда я там бываю, я чувствую, чувствую, как сказать, очищение. Чувствую наполнение какой-то энергией. И, не знаю, здравой мыслью, наверное. Вот я выхожу оттуда, делаю еще раз крест. Надо верить, что написано в Святой Библии. Не надо ощущения, Бога не интересует наши ощущения, а покорность. Сказано, что Сын Божий умер за нас, кто будет веровать, будет иметь жизнь вечную. А не будет веровать, будет в аду гореть. Все, вопрос снимается. Или принимаешь, или нет. А мы начинаем как-то накручивать и мучаемся, сами себя мучаем-то. Жизнь намного проще. Грех и правда. Господь говорит, я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Зачем тебе умирать? Он предложил. А зачем жить? Зачем жить? Жить для Бога. Для меня апостол Павел говорит, жизнь Христос, а смерть приобретение. Смерть несет все плоды, которые я делал, постился, помогал. И все это приходит в этот момент с тобой. А у грешника ничего нету. Он сразу идет в ад вниз головой. Смерть. Что будет после смерти? Что будет после смерти? После смерти есть ад, гиенна огненная, с бесами вместе. Если человек не верит, а верующий, он попадает в рай с Богом. Это кто сказал? Это сказал Иоанн, богослов. Третья глава, 36 стих. Верующим Сына Божия имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Ладно, кто стих написал? Это написал Дух Святой рукой Иоанна Богослова. Подождите, он что, после смерти его написал? При жизни. При жизни он юноша был, самый молодой ученик Христа. Он мог только догадываться, что может быть после смерти? Сейчас надо отвечать. Он говорит, как он мог догадываться, что... Он не мог догадываться, потому что он написал Евангелие через 35 лет после воскресения Христа. Это Бог Духом Святым открыл. И Петр говорит, а писали Писание, Божие... Писание, Писание, слушайте внимательно. Писание писали, говорит, святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. И все, главное, пьют и пьют. Кто видел Христа после воскресения? После воскресения видела Мария Магдалина, потом 500 человек учеников видели. И апостолы. И с ними, прощаясь на горе Ирионской, он сказал, ждите обещанного Духа Святого. И будете мне свидетелем по всему миру. И христианство угнетаемое. Рыбаки завоевали вселенную. Два миллиарда сегодня верят. Господи, прости меня. Да слава Господу. Что? Что это у него? На флаг показывают. А? На флаг показывают. А какой это флаг? Что-то я не знаю, мусульманство что-то связано должно быть, зеленое. Как вы, дедушка, нормально, здоровье? Как здоровье у вас? Да слава Богу, а что флаг означает этот? Чеченская республика. Чеченская республика. А, мы были в Чеченской республике несколько раз. Нас там очень хорошо принимали. Мы ехали в библиотеки, давали книги свои. Гостеприимный народ. Гостеприимный народ. Да, гостеприимный, мы это подтверждаем. А нас туда еще не пускали, говорили, там только головы режут. А мы были в библиотеке, там девушки вышли, с нами фотографируются. Юноши спросили проехать. Юноши, молодые. Они прямо пошли показывать нам, где библиотека. Там проспект имени Путина. Все стереотипы там о Чечне, там о Канкаде. Все стереотипы о Чечне говорят. Да. Но надо видеть это все. Вот мы проехали шесть мусульманских республик и Турцию прошли. У меня 38 книг вышло из печати. Я решил подарить библиотеке. Мы проехали из Барнаула, мы живем. До Владивостока и до Лиссабона. Прибалтику и Скандинавию захватили. Я везде дарил 650 городов, подарил все свои книги. Один комплект 750 евро стоит. Умножь. Ничего себе. Да, это Господь так сделал. Дай Бог, дай Бог. И мы ездили трое, шофер нас двое и собака. И собака стала чемпионом России по защитной службе на соревнованиях. Вот чудо какое. Вот у нас здесь, если зайдете, наш YouTube, смотрите. Вы там найдете 13 900 роликов. Открытым оком во свете Библии. Заскриннул, заскриннул. Открытым оком во свете Библии. Ага. А это вот Игнатий Лапкин, это я. Вы можете по скайпу меня найти. Хорошо, хорошо. Давайте здоровье. Мы деревню православную строим. Не пить, не курить, не материться, не воровать. С Богом. С Богом. Помилуй меня грешным. До свидания. А что у нас я делаю с ним? Мир вам. Мы православные христиане. Понятно, что ли. Мы зашли на эту чат рулетку, чтобы людям рассказать о Боге, спасении души. Не желаете послушать? Не, ну я в Бог, конечно, верю. Только не в библейского. А в какого вы верите? Я не правдоподобный. Ну я верю в Бога Создателя. Скажем так. Библейский Бог, он и есть Бог Создатель. Творец неба и земли. Окей, но тебе любой мусульманин скажет, что Бог Создатель это Аллат. Кабарист в Торе прочитает что-то еще. Ну и вы не придете к единому вообще какому-то мнению. Что-то Бог не тот. Он говорит, верю в Бога Создателя, но не библейского Бога. А какого? Другого нету. Выбора-то никакого нету больше. Ну блин, а почему вообще кто-то сказал, что надо выбирать из каких-то готовых версий? Я, может быть, как-то по-своему это все вижу. Господь сказал, я бодрствую над словом моим. Слышите? Я не отрицаю его существование. Господь сказал, я бодрствую над словом моим. Бодрствует. И поэтому из тех времен, а 3600 лет назад первая книга Библии написана, нету ничего, кроме глиняных табличек, которые купцы оставили. Нету. А тут каждое слово. Евреи дали три мировые религии. Мы видим, что все идет как написано. В евреях будет царь сидеть в машинах. Три с половиной года царствовать над всем миром. Когда будет 666 на лоб и на правую руку. Я тебе задам такой вопрос. Раньше люди были язычниками, верили не в одного бога, а в богов. И связывали это с явлениями природы. В основном, то есть они не могли бы как-то объяснить. Там у них был бог ветра, бог дождя. Ну и всякие такие разные боги, который отвечал каждую там за какую-то конкретную задачу. Ну и, что я хочу сказать, все времена... Вы какие-то другие божества проповедуете, кроме Христа? И вы им молитесь? Нет, он говорит, раньше люди молились разным богам, язычники. Ну, а что они молились? Да где эти божества-то? Они все рухнули, нигде ничего нету. Христианцы над всем миром. Два миллиарда христиан. Христиане создали самое то, что мы имеем, интернет и проще. Все христиане создали-то. А никого больше нету. Не знаю. Если вы, конечно, хотите услышать свое мнение, вы, конечно, можете не согласиться, но я могу свою точку зрения высказать. Он хочет свою точку зрения высказать. Ну да, вы так и выскажите по делу. Ну, на мой взгляд, я тоже, ну, много информации, как бы, в свое время там перекапывал на это, ну, по этому поводу. Ну, и пришел к выводу, то что... Вы это мысли свои другим высказывали? Которые, что сейчас говорите, вы другим это уже рассказывали? Да, да. И у вас есть соратники, которые понимают так, можете общину создать? Нет, я никого не призываю. Ну, зачем тогда нам это слушать, когда у человека просто, говорится, не все тут дома. Бог создал мир. Христос спас людей. Нам больше ничего не надо. А зачем? А у меня мнение. Да таких мнений миллиарды. И зачем мы это выслушать будем? А как тебе вот такой момент из Библии? Посмотрите, покажите книгу, по которой вы говорите. Я вам показываю. Святая Библия. А вы-то откуда говорите? Вот сейчас мы расстанемся. Я сослаться никак не могу на то, что вы говорили-то. Ничего нету. Ну вот, послушай, там были такие строки, я дословно не помню, но, короче, когда Сатана, типа, искушал Христа, он сказал ему, что поклонись мне, и, короче, все земные царства станут твоими. То есть, смысл в чем? Этот мир, вот, где мы сейчас живем, земля, она принадлежит Сатане. Неужели вы это не знаете? Он задает такую... Я не буду тебя кладиться, мне не нужны свои царства за ними. Так, все. Он будет мое царство на небе. Что он сказал? Сейчас, подождите, он переведет мне, я ничего не могу понять. Подождите, он еще не... Этот мир принадлежит Сатане. Так сказал сам Христа. Он привел пример из Библии, что когда Сатана подошел ко Христу и сказал, вот, если ты мне, Пав, поклонишься, я тебе дам все царства земные. То есть, этим миром управляет Сатана. Да не управляет, он солгал, он лжец. Ничем он не управляет. Он солгал. Зачем Сатане верить это? Почему же тогда, когда он дальше пытался... Ему ничего не принадлежит. У нас храмы стоят. Из изищества бывшие люди. Вот он солгал. Короче, я могу вот сейчас вкратце просто выскажу свою точку зрения. Вы можете соглашаться, можете нет. В общем, этот мир, вообще, все, что материально, это низший мир. Потому что вы полные миры, высшие, они не признают телесных существований. Все, заканчивай. То есть, у нас заканчивается. Сделал физического вообще нет. А так как у нас есть физическое тело, мы сейчас в низшем мире. Мы сюда попали. Так скажите, вы Библии считали? Библии считали? Я пытался, я правда пытался. Так ей по ней жить надо, жить по ней надо, а не считать. Вот что вы имеете, говорите, это никому не надо, если вы сами не исполняете. Помолиться некому. Друзей таких нету, в церковь не пойду. А зачем тогда все это? Бог будет судить, как написано по слову Божию. В этой Пушкина и Лермонтова верили. Так, прощайся, попроси. Ну ладно. Мы людям зашли не только рассказать о Боге, о том, что у нас есть на Ютубе видеоканал. Он называется «Открытым оком во свете Библии». У нас там 13 тысяч видеороликов. То есть много полезного. Можете зайти и узнать, что вас интересует именно. Все, пока. До свидания. Бог помощь вам. Все. Прости. Открытым оком. Открытым оком.